Это не просто заседание, а встреча единомышленников, уверяют организаторы. Пятая научно-практическая конференция по изучению истории и современности Одинцовского района собрала в музей-заповеднике Александра Пушкина краеведов-любителей и профессионалов. Им есть о чем рассказать, а гостям что послушать. В программе доклады о знаменитых голийцинцах, интересных находках, интернет-проектах и новых книгах по истории Одинцовского района. Наш замысел, нас всех, музейного сообщества, краеведов-любителей, рассказать именно популярно, интересно о окружающей нас действительности, о той истории, которая творится прямо сейчас, и о древней нашей истории Одинцовской земли, которая очень многоплановая, столько всего нового узнаешь и необычного, и думаешь, неужели у нас здесь такое происходило. Открывая конференцию, директор Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Пушкина Александр Рязанов поблагодарил краеведов за их зачастую неутомимый труд. У нас сейчас очень радует, что в наших летах очень много молодых есть, и уже молодые молодые люди, которые занимаются историей этого места. История места там, где они живут, где они работают, там, где они трудятся. Краевед и бытописатель. Именно так называет себя Лена Арто. Автор книги о знаменитых голицынцах скромно делится впечатлениями от знакомства с героями. Она называет их «Мои прекрасные соседи» и создает о каждом очерк, наполненный личными впечатлениями. Естественно, это разные люди. Кто-то из моих соседей, моих знакомых, одегащил каким-то историческим прошлым. Кто-то просто вот чем-то меня заинтересовал, может быть, своим отношением к жизни, своим опытом, своим взглядом. Старший научный сотрудник, историк литературного музея-заповедника Александра Пушкина Алексей Смирнов рассказал гостям встречи об истории находки кистеня Годуновской эпохи, о старинном Голицыно поведал краевед Мария Лобанова. Режиссер Светлана Лапшина представила второй выпуск издания «Театр на Одинцовской земле». Антон Кузнецов доложил о реализации проекта «Наша память». А это излюбленная тема заведующего информационным сектором музея Владимира Сизова. Лазоплетение. Слава веземских мастеров гремела на всю Россию. Их продукцию продавали за рубеж, хотя сам промысел пришел в Голицыно из-за границы. Татьяна Васильевна Голицына, жена Дмитрия Владимировича Голицына, владельца усадьбы Веземы, путешествия по Европе в 30-х годах 19 века, увидела, как целая деревня в Швейцарии занимается этим промыслом. И ей это невероятно понравилось. И она решила, чтобы веземские крестьяне в их владениях также занимались этим промыслом. Эти экспонаты уже в следующем году отправятся в Голицынский музей, который разместится в здании Веземского складочно-потребительского общества. Здесь образцы плетеной мебели, посуда, предметы интерьера, игрушки и, конечно же, корзины. «Около 500 видов корзин различных плели. Причем можно было принимать индивидуальные заказы. Например, можно было ввести ткань в корзины, какие-то узоры. Можно было раскрасить различными красками. Более того, в Веземах также еще оплетали флаконы, стекло оплетали. Опять же, было очень распространено и модно, чтобы флакон или стеклянная бутылка была оплетена». После пленарного заседания участники конференции совершили экскурсию по музею, а затем состоялось чаепитие. Выступления всех докладчиков доступны на странице Одинцовского краеведческого общества в социальных сетях. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.